Новое видео выходит каждый день в 20.00 Не так давно на вкладке сообщества я спросил вас, а когда будет сам обзор сезон 2? И все вот, абсолютно таки, все люди ответили, что 1 сентября в 20.00 по московскому времени, там премьера и все такое. Но ладно, ладно, сегодня не об этом, я что-то немного отвлекся. Так вот, не так давно на вкладке сообщества, кстати, чекайте ее, пожалуйста, потому что там знаете ли что? А я вот знаю, что там, там постоянно, вот каждый день я пишу какие-то новые посты, вы сможете почитать что-то интересное. И вообще я лучше всех GTA Samp ютуберов, не важно, почти всех. Так вот, знаете ли, в чем еще дело? Вот если вы так мало ли задумались и не знаете. Я спросил вас, мол, к какому серверу в GTA Samp ютубе, ну вернее не в GTA Samp ютубе, а в целом вот в этой вот огромнейшей сфере GTA Samp, вы относитесь максимально лояльно? И если бы вы отнеслись максимально лояльно, если бы я там снимал вместе там с какими-нибудь платными видеороликами, как там какой-нибудь Марес Шакур свои стримы, как там еще какие-нибудь люди. Ну не важно, и вот из всего многообразия, типа топовых серверов, которые я там выбрал, финалистами стали два проекта, Arizona RP и Samp RP. Несмотря на то, что на Arizona Roleplay я затопил с двух других аккаунтов, но это не важно, это все равно погода не сделала. И вы знаете, Samp RP там выиграл. Я так подумал, а почему бы не сделать, знаете ли, такой ролик, мол, а на каком сервере в 2019 году в GTA Samp можно будет поиграть, причем было бы достаточно не стыдно. И вы знаете, мое мнение, оно объективно, авторитетно и неподкупно. А знаете почему? Разумеется, у меня нет какой-нибудь там серебряной кнопки YouTube, там вот этого, знаете, бейджика журналиста, там или геймерского икрового кресла и так далее. У меня этого ничего нет, однако, я знаю секретную информацию о том, что Samp обзор сезон 2 выйдет 1 сентября в 20.00, премьер. И вот именно так вы можете все узнать, все проследить, все посмотреть, вы такие типа ебать серьезно, 1 сентября в 20.00, я такой, да, 1 сентября в 20.00. Вот, но вы знаете, давайте сегодня мы с вами поговорим о том, на каком сервере в 2019 году можно будет играть. И вы знаете, этих серверов всего 2, ну ладно, возможно, что 3 и так далее. Вот, которые лично бы я посоветовал к игре, на которых мне было бы чисто, так знаете ли, не стыдно снимать какие-то видеоролики, советовать данный сервер вам и так далее. Вот, чисто по моим критериям, потому как я играл на большинстве разнообразных серверов. И я могу сделать свои какие-то выводы, свои какие-то суждения и все-все-все-все прочее, чтобы вы такие типа ебать. А в самом деле, а почему бы и нет, почему бы не поиграть вот на этом проекте, или почему бы не поиграть вот конкретно на каком-то там, я не знаю, другом проекте и так далее. И, вы знаете, давайте-ка уже разберемся вообще для начала, что вам нужно от сервера. Вам нужно, чтобы там были максимально какие-то развлечения, максимальный спектр донат-услуг, максимальный спектр разнообразных. Вот, то есть, все-все-все-все, чтобы вы могли подумать, там, какие-нибудь, я не знаю, идеальные системы наркотиков, допустим, для Санцета. Или там, я не знаю, накрутка просмотров для Три Пион Варда. Вот, то есть, если вам все это нужно, то, безусловно, вашим сервером для игры станет Резона Ролеплей. Если вы любите разбираться в большом количестве разнообразных систем, любите, когда их много, любите, когда вот всего-всего-всего много, любите большой онлайн и так далее, то тут, безусловно, Резона Ролеплей для вас подходит как нельзя кстати. И вы знаете, мое мнение по поводу всех вот этих вот серверов, несмотря на то, что я на них снимал, несмотря на то, что на каком-то из вот этих вот всех серверов я снимаю до сих пор, мое мнение, оно будет объективно, авторитетно и неподкупно, потому что у меня очень мало подписчиков и очень мало просмотров. Но для моих подписчиков, если так соизмеримо смотреть, то, в принципе, просмотров неплохо, ну, так знаете, или вообще прям вот сексуально, прям вот охуительно и вот многое-многое другое. Однако, я думаю, что ладно, ладно, вот, допустим, с сервером с вашим первым определились, то есть, если вам нужен максимальный спектр разнообразных систем, максимальный спектр донат-услуг, и вам не особо важен уровень ролевой игры от остальных игроков, от остальных 10 тысяч игроков, либо там тысячи игроков, если вы на каком-то одном сервере играете, то, безусловно, Arizona Roleplay для вас это топ-1 проект, это просто это must-have, то есть, по-другому лично я сказать не могу. То есть, Arizona Roleplay для вас подходит как нельзя кстати, именно на нее вы должны идти играть, прокачиваться, там у меня есть мой промокод NoToxic22, но это не реклама, опять же, можете ввести, можете что-то там сделать, и вот многое другое, также у меня там есть ник Данте Коннор, на него вы также можете зарегистрироваться и сделать много еще вот всяких разнообразных вещей, о которых вы можете только додумываться. И второй проект, который был в моем голосовании финалистом, вернее, он там был первым, это SampRP, то есть, по количеству голосов, это топ-1 проект, вот у меня лично на канале, при том, что на этом канале не было еще каких-то геймплейных видеороликов, потому что я вам хочу напомнить, геймплей для пидорасов. А может быть и нет, может быть геймплей для нормальных людей, если его хорошо заснять и грамотно выложить, там в 4К 120 FPS, прям вот знаете, как Тимурка завещал, прям вот Тимур и вот все остальные люди, поэтому, ну как-то это тоже очень спорно, однако посмотрите сам по обзору сезон 2, который будет 1 сентября в 20.00 в виде премьеры, и вы все увидите, все узнаете, все посмотрите, и будете вообще знать там кто, как и где вот все это в свою очередь происходит. Однако, ладно, однако это не имеет особо какого-то глобального значения для всех нас, и ну ладно, ладно. Так вот, второй проект это SampRP, для кого подойдет SampRP, вот вы мне можете вот так вот спросить, поинтересоваться, мол, слушай, вот SampRP, да, что на нем делать, онлайн маленький, вроде как, системы какие-то старые и так далее. SampRP подойдет для людей, которые не особо-таки хотят как-то вот донатить, вот и так далее, потому что большое количество разнообразных вещей можно добиться игровым путем. Нельзя сказать, что на Аризоне их нельзя добиться игровым путем, однако на SampRP, если вы будете там где-то работать, если вы будете делать еще какие-то прочие вещи, то, разумеется, этого вы добьетесь намного быстрее, чем если бы вы там, там, я не знаю, играли где-нибудь там, ну вот, я думаю, вы поняли, я что вам все объяснять должен, вот, в самом деле. Ну что, вот вы сами не можете понять, что там так, что не так, я вам просто сервера рекомендую, а вы уже такие, типа, ебать, надо будет, наверное, зайти. Так вот, SampRP, он подходит для игроков, которым не нужно вот это вот все нагроможнение, им нужен хороший, простой, минималистический мод, со всеми вот там, знаете, вытекающими, втекающими и всем-всем-всем прочим, чтобы ты, типа, такой, играл на моде и тебе все было с первых секунд понятно. То есть, на SampRP, чтобы вы понимали, уже с первых секунд идет вот такой, знаете ли, ознакомительный квест, который вообще, в принципе, вводит вас в курс всего дела на сервере. То есть, что там происходит, а где можно работать, там, куда ложить деньги для того, чтобы купить себе, там, какое-нибудь имущество, какие-либо скины и все-все-все прочее. И вот именно этим SampRP, он намного более дружелюбен к игроку, нежели Аризона. Да, на Аризоне тоже есть такая, или, знаете, цепочка квестов, но, будем честны, со всем функционалом сервера она нас не познакомит. Но, будем честны, да и, в общем-то, квест SampRP, он тоже не особо нас познакомит со всем функционалом. Однако, где купить скин, где там работать на ферме, где работать там на грузчиках и на прочих вещах, нас научат более чем. Вот именно квесты на SampRP, они подходят именно для этого. Итак, ладно, я думаю, что я вам уже достаточно рассказал про два этих сервера. Разумеется, что очень кратко, очень как-то укратно и так далее. Если бы я начал полностью расписывать там плюсы и минусы другого сервера, там, что там можно делать, что там нельзя, чем гордиться, чем не гордиться, какие там были проколы и все прочее. То вот этот ролик, он вообще растянется на две части, две части из которых они будут идти по часу. То есть, всего будет два часа хронометража. А нам это, разумеется, не надо. Возможно, в каком-нибудь недалеком будущем я что-то такое сделаю. Прям глобальное сравнение абсолютно всех серверов. Обзор какой-нибудь там на часик, знаете, на сервер. Потому что, мне кажется, это было бы неплохо. Я бы положил начало новым обзором на сервера. И вот рассказал бы вам обо всем, о чем там было. Вот вы знаете, ну, все бы было очень хорошо. Так вот, давайте уже подведем такой маленький, прям буквально вот малюсенький, небольшой итог по поводу всего того, что я вам тут наговорил. По итогу у нас получилось два места. И вы знаете, они не распределены по типу, вот какой сервер лучше там, какой сервер хуже и так далее. Нет, у нас просто получилось вот два вот таких вот сервера для комфортной игры. Вот именно для вас там и для нас и для всех прочих людей. И так вот, давайте кратко, вот прям буквально укратко подрезюмируем все, что у нас получилось. Вот, знаете ли, первый сервер это у нас SampRP. Для кого подойдет SampRP, казалось бы? SampRP подойдет для людей, которым нужен минимализм абсолютно во всех вещах. Там в системах, там в прокачке, в еще чем-то. Вот, то есть максимально дружелюбный сервер к игроку это SampRP. Не сказать, что со стороны меню он дружелюбен. Меню они зачем-то очень сильно усложнили. Оно там пиздец какое сложное, блять, очень сложно во всем разобраться. Но на Аризоне примерно что-то плюс-минус похоже. И у нас есть Аризона Рулеплей. Там, знаете ли, второй сервер, вот второй в нашем топе, второй там еще где-то. В общем-то, второй сервер это у нас Аризона Рулеплей. Казалось бы, для кого подойдет Аризона Рулеплей? Для людей, которые любят там во всем новом разбираться, которым нужно большое нагромождение с системами и вот всем прочим. Разумеется, что не для ДМщиков, не для игроков в казино, как там говорил какой-нибудь Гранд РП и прочие там вот эти вот, знаете ли, сервера. Хотя нет, об этом говорил только Гранд РП. Но я подразумеваю, что другие сервера про Аризону, наверное, плюс-минус того же мнения, если посмотреть на комьюнити, допустим, Даймонда там и прочих серверов. В общем-то, я думаю, что на этом... А, нет, нет, подожди, какое все, подожди, какое все? И третий сервер, который я там укратко посмотрел, также он был там в комментариях еще где-то, Ревент Рулеплей. Скажу вам честно, я играл на Ревент Рулеплей какое-то время и мне все нравилось, потому что именно на Ревент Рулеплей есть какой-то баланс между какими-то очень сложными, очень нагроможденными системами и каким-то минимализмом. Каким-то, вы знаете, какой-то слаженностью в работе, чем-то там еще, блядь, и так далее. Поэтому Ревент Рулеплей занимает у нас третье экстра место, потому что там все у нас идет посередине, там как-то все очень, так знаете, слаженно работает, там есть и квесты, там есть и какие-то сложные и несложные системы. И поэтому, в принципе, я думаю, что Ревент Рулеплей у нас достаточно справедливо занимает третье экстра место. Там вы тоже можете попробовать поиграть, если мало ли вы там наигрались на Сампер Пэ и на Аризоне Рулеплей. Просто после того, как я поиграл там на Сампер Пэ и на Аризоне, я играл на Ревенте и мне долгое время все нравилось. Потом я не помню, почему я ушел. Ну ладно, я думаю, что это уже не особо важно. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Всем пока! Пока!